Дорожным полицейским на прошедшей неделе пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Задержали лихача в районе улиц Силкина и Бессарабинка. Преследование прошло успешно, никто не пострадал. К сожалению, этого нельзя сказать об участниках аварии, которая произошла на пересечении улиц Садовой и Зернова. Водитель, управляя машиной Хонда, на регулируемой перекрестке улиц Зернова-Садовой, при повороте налево не уступила дорога автомашине ВАЗ-2111, которая двигалась во встречном направлении. В итоге пассажир обеих машин получили телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены домой. В дежурной части полиции за прошедшую неделю вновь было зарегистрировано несколько заявлений с просьбой разыскать интернет мошенников. Из-за действий злоумышленников Саровчанину, видимо, придется отложить летний отдых. Еще в январе мужчина через интернет заказал себе путевку в одном из пансионатов Алуште. Правда, не учел, что сайт может принадлежать мошенникам. Перевел денежные средства по реквизитам, которые были указаны на интернет-сайте. В размере 23 850 рублей. Через месяц, решив уточнить, все ли в порядке с бронью, мужчина вновь посетил сайт пансионата. Однако страница была оформлена по-другому, а номер телефона не совпадал с тем, который был указан ранее. Мужчина позвонил по одному из телефонов, где администратор ему сообщил, что брони на его имя у них нет. По данному факту, проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Совет, который дают полицейские, чтобы не оказаться в подобной ситуации, прост. Перед тем, как совершить платеж в интернете, необходимо позвонить по указанным номерам и пообщаться с продавцом лично. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова